15 июня 2021 года я узнала, что суд над моим супругом и другими фигурантами так называемого дела Тихановского будет проходить 24 июня. Он начнется, точнее, 24 июня в СИЗО номер 3 города Гомеля. И это даже не какой-то суд, не областной гомельский суд, а это именно в СИЗО. Моя первая реакция на это все, это было гнев, так как, можно сказать, Игоря и других его, ну, как написано в материалах дела, наверное, сообщников будут судить в СИЗО, как прям отъявленных бандитов из 90-х. То есть, я насколько почитала, возможно ли вообще такая, в принципе, ситуация, когда суд проходит в СИЗО, да, это возможно, но так судили какие-то опасные банды, то есть каких-то прям очень рецидивистов и бандитов, но, видимо, власти и, в принципе, представители силовых структур, они настолько боятся, что поддержать людей придет просто толпа желающих, что прям решили пресечь это все на корню и закрыли их всех в СИЗО, просто в клетках в СИЗО. И, ну, вторая, как бы, моя позиция, это по поводу закрытости суда. Получается, что если суд сделать открытым, открытым для независимых СМИ, открытым для дипломатов и каких-то других политиков, то станет очень предельно ясно, что дела Тихановского вообще нет, и оно не то что развалится, оно просто, не знаю, рассыпется в прах, в муку и все остальное. Потому что о чем уж можно говорить, если на свидании мне мой супруг сказал, мы ехали в одном вагоне со Статкевичем и Сергеем Тихановским, но ни он, ни Статкевич, ни Тихановский друг друга не знали. То есть те двое, например, даже не знали, что с ними едет Игорь Лосик. И о каком предварительном сговоре и о каком, не знаю, формировании каких-то людей с одними мыслями можно говорить, если эти люди друг друга не знают. То есть и если суд реально открыть, как бы это там не сериал, не ток-шоу, и по телевизору это не покажешь. И скрыть то, что там на суде, ничего нет конкретно касаемо Игоря, будет очень и очень сложно. Поэтому вот этот тот факт, что суд проходит в СИЗО и он закрытым, как бы это просто для того, чтобы скрыть ошибки следствия, хотя следствие у нас тут так раздувает щеки, говорит, что мы все доказали, у нас все известно, но хорошо. Если вы не испугались, то покажите, пожалуйста, всем, что вы такие молодцы, вы все расследовали, и у вас есть неопровержимое доказательство вины моего супруга. Давайте покажем это всем, чтобы все это увидели, какие они страшные бандиты, и их необходимо вот прям судить и дать им те сроки, которые вы им предъявили. Я считаю, что это просто фарс и попытка скрыть свою некомпетентность и ничего более. Вчера Игорь тоже получил на руки бумагу о том, что суд будет проходить 24 июня в закрытом режиме, в СИЗО номер 3. Игорь, в принципе, солидарен со мной полностью. Наше мнение здесь совпало. Он также считает, что вся там верхушка силовики, они просто боятся какого-то большого скопления людей, а также боятся показать свои вот эти ошибки. То есть это даже не ошибка, это даже провал. Это был провал следствия, которое не смогло за год доказать и найти хоть что-то, чтобы вина моего мужа была видна на открытом судебном заседании.